Здравствуйте! Я Елена Мир и я рада вас приветствовать снова с нами. Сегодня у меня в гостях Алила, очень интересная женщина, сновидящая, биолог, сенс и обладает необычными способностями. Вот об этом я и хочу спросить ее. Что в жизни Алила было самым удивительным для вас? Как проявились ваши способности? Способности, пожалуй, способности проявлялись всегда, с детства. Ну, как обычно это бывает, я думала, что такое у всех, что все путешествуют по различным пространствам и общаются с какими-то там необычными сущностями и совершают необычные действия, дела. Ну, с годами где-то, наверное, в середине школы я поняла, что это не у всех такое бывает. И в школе, чтобы быть, как все, в советской школе, в которой выучить, это надо было немножко пригосить. Ну, а потом уже по прошествии времени, когда менялись энергии, поменялось сознание, все это стало уже раскрываться и развиваться на другом уровне. Расскажите о каком-то необычном, может быть, контакте в тонком мире или здесь, в нашей реальности. Почему-то, знаете, на ум приходит очень необычная такая серия сновидений, видений, таких очень глубоких медитаций, когда я обучалась целительству и обучалась работе со звуком, с голосом, с телом. Как будто странно, может быть, для некоторых не звучало, в классе у Аллаха. Там были детки, я там была самая старшая, но и остальные были дети, ну, такие подростки, то есть где-то в районе 8-10, может, 12 лет. А мне как будто бы вот в том мире, в той реальности было в районе 18-20, хотя в этой реальности я тогда была немножко постарше. Вот, и мы приходили вслед за нашим учителем на цветущую поляну. Это все было во сне? Это было такое вот очень реальное сновидение. Яркая реальная жизнь? Яркая реальная, это вот как отдельная жизнь, как некая такая реальность, в которой я реально проживала. И каждую ночь вам снилась вот эта поляна, где вы встречаетесь с детьми? Не каждую ночь, но вот какой-то промежуток времени, да, регулярно. Вот, мы встречались на определенной площадке возле мечети, причем там в мечеть шли взрослые люди, ну, как в основном мужчины. Вот, а мы с детьми уходили немножечко вот так в гору, на цветущую поляну, садились там, и нам давались уроки. Очень необычная атмосфера, наполненная, знаете, каким-то цветением, таким, как благодатью. А кто давал уроки, кто приходил? Аллах. Аллах, да. Я понимаю, что это слово, может быть, в смысле имя, одно из имен Бога, оно звучит странно, но это было именно так. И там были и суфийские практики, и... Ну, например, вы их не знали, нигде не читали, и это именно давалось во сне. Ну, приведите какую-то одну практику, или две, три. И, знаете, я так вкратце обозначу, потому что полностью изображать практику, это надо на конкретных примерах с конкретными людьми, да. Вот, если кому-то стоит необходимость, там, излечения этого или иного органа, но обозначу так, что давались такие уроки, что, если, например, надо исцелить, ну, предположим, поджелудочная железа, да, то голосом, звуком и определенными движениями тела целитель настраивается на этот орган, улавливает ритм этого органа, ну, возможно, искаженный ритм, если человек больной. Затем, тут в комплексе, и все очень быстро происходит. Входишь в контакт с душой, с сознанием того человека, с кем работаешь, и вместе с ним выстраиваешь переход, как бы, с искаженных вибраций этого органа на нормальные, на те, которые заложены в нас, создателем. Вот этот вот, этот переход, это не за один сеанс может происходить, но может и за один сеанс происходить. И задача целителя удерживать вот это вот пространство, опять же, и своим телом, и прям была работа с голосом, что голосом мы можем, ну, творить чудеса, скажем так, звуком голоса. А какие примеры вот здесь уже применения той практики, которая была дана во сне Аллахом, здесь вы в жизни применили и помогли, и что получилось? Ну, эти постоянно, на самом деле, применяем. Просто как-то озвучивать это, как список достижений, наверное. Ну, были реальные случаи, когда Вы вылечили людей, вот благодаря этим способам, которые были даны в сновидении? Те способы, которые были даны в сновидении, я их всегда включала в комплексе с другими практиками, которые использую. То есть, по сути дела, всю мою осознанную жизнь я стараюсь не привязываться к какой-то одной методике, к какому-то одному направлению, к какому-то одному эгрегору, как это можно так сказать, а стараюсь соединять такие жемчужины из многих и многих течений, да, то, что есть драгоценного во всех направлениях. И если это брать и использовать, то жизнь начинает меняться, причем начинает меняться очень незаметно. Вначале совсем чуть-чуть, и люди даже не понимают, что же изменяется. У меня, в моей жизни, был период, когда мы организовали определенный центр, который практиковал технологии, связанные с исцелением, с регенерацией органов, в том числе, и с восстановлением здоровья, с нормированием здоровья. Но всем, наверное, понятно, что когда у человека нормируется здоровье, то значит, у него нормируется мировоззрение, и улучшаются отношения с родственниками, с близкими, с родителями, с детьми, с любимыми. То есть, сама атмосфера меняется. Когда человек начинает работать с собой, все вокруг него начинает меняться. И конкретные такие вот примеры, когда люди приходили в эту нашу группу, в этот наш центр, имея заболевание, но по прошествии какого-то времени, таких вот, знаете, вроде простых занятий, которые ничего особенного там не происходило, но просто вот понемножку, понемножку, буквально по капельке все это менялось в сознании. И года через три человек оборачивался назад и понимал, что он вообще уже не тот, который там был, что он уже там не имеет весь этот букет диагнозов, что у него поменялись отношения с родственниками. Но, опять же, это не делает один человек, это делает группа людей и как минимум двое, целитель и тот человек, который хотел бы поменять свою жизнь, хотел бы измениться. Это основное правило и такая основная отправная точка, что никто за вас ничего не сделает, что вы сами должны включаться в процесс и искать пути, которыми... А где ваш центр находится? Центр, о котором я говорю, это было в Алма-Ате. Сейчас предполагается открывать такой центр в Калининграде. Будем рады. Те, кто в Калининграде, можно выходить на связь. Будем работать. А как выйти к вам на связь? Может быть... Можно... Имеет ли смысл озвучивать тут какие-то телефоны или что-то еще? Ну, можно озвучить. Может быть, по-чеченью, да? Плюс 7906-238-4839. Телефон в Калининграде. Ну, вот кто в Калининграде живет, может как раз прийти к Алине на консультацию предварительно. Я так думаю. Позвоните, прийти. А еще хотела расспросить Алилу про осознанные сны. Самый яркий осознанный сон, что он вам дал в жизни, чем помог или не помог, а что-то вы какое-то знание через осознанное сновидение получили для себя. Знаете, с какого-то времени практикую получение ответов во сне, получение информации во сне. Опять же, откуда идет эта информация? Считаю, что это все идет знание из души. Можно сказать, что из души каждого человека. Душа каждого человека – это единая структура с душой человечества, некой такой планетарной душой. И самая такая, наверное, яркая картинка была, когда... Точнее, одна из картинок, которая сдвинула скачком сознание и восприятие. Когда я увидела в осознанном сновидении, путешествовала по планете Земля, смотрела какие-то места необычные, причем искала места силы, ну, с целью, в общем, посетить их, скажем так, да. И вдруг я увидела сияющий такой шар. Я спрашивала, что это, приходит внутренний ответ, что это душа человечества. И вот из этой души как будто бы вот так вот прорастают тела, то есть вот так вот выходят в разные стороны, и на длинных-длинных таких энергетических ниточках, структурах ходят потом по Земле тела. И эти тела думают, что они ходят сами по себе. Такая была очень многомерная картинка, динамичная, в общем-то, очень. И с тех пор я просто смотрю на каждого, как на часть этой души, даже если сам человек забыл про то, что он... Един со всеми, что мы, все человечество, это единое поле, мировая душа. Если кому-то где-то плохо, то... На всех сказывается. Да, на всех это сказывается. На всех сказывается. И вот после этой картинки, знаете, как информация приходит, и она вот так вот распаковывается, распаковывается, распаковывается. Я понимаю, что создавая какой-то прецедент в каком-то месте, когда человек справился с негативной ситуацией, или там справился со своей болезнью, то этот прецедент, как информация, как, знаете, в некий лучик попадает в эту структуру под названием душа человечества. И оттуда этот прецедент может распространиться ко всем, кто готов принять эту информацию, это знание, это импульс, по большому счету, это импульс, это эти вибрации. Ну вот так, наверное, может быть, звучит немножко ненадидательно. А почему Вы верите тому, что Вы видите в сновидении, в осознанном сновидении? Никаких сомнений не возникает, что это может быть не так, а по-другому? Когда мы видим что-то в сновидении, мы, как бы сказать, должны внутри оставаться в состоянии некого единства, в некой такой вертикали, то есть для меня это воспринимается как некая вертикаль, единство того, чего думаешь, о чем чувствуешь и что делаешь. Когда вот это вот соединяется, то возникают сны, которые несут информацию о той реальности, которую ты выбираешь. Но закон таков, то, во что ты вкачиваешь свое внимание, энергию, напитываешь, оно так и реализуется. И только мы сами можем разбалтывать эту реальность. То есть мы как бы качнули немножко туда энергии, потом что-то мы сами передумали, качнули в другое место. Вот только тогда вот этот вот разброд реальности начинает происходить. То есть если выдерживаешь внутри себя вот эту вот некую вертикаль, то и в сновидении видишь то, что, ну как бы то, во что ты на самом деле искренне готов вкладывать свою энергию. И это и начинает воплощаться в реальности. Иногда некоторые люди спрашивают меня, вдруг вот то, что я вижу в медитации, это мне все не привиделось, да, я придумала, а на самом деле все это не так. Но ответ, наверное, таков, что если вы будете об этом думать и будете именно в это направлять свою энергию, то именно это и будет происходить в вашей жизни. Хотя, конечно, реальность гораздо более многомерная, чем просто одно наше сиюминутное представление. Китайцы считают, что человек рождается с разными видами удачи, да, это родовая удача, личная удача человека и воля небес, которая должна. И вот совокупность этих энергий, наверное, и определяет ту реальность, в которой мы живем. А какие вы курсы проводите? Сейчас проводим курсы, которые можно называть «Древо жизни», такой базовый курс «Древо жизни». Такой тренинг состоит из практических упражнений в режиме обратной связи, то есть с каждым человеком идет обратная связь. Каждый, даже если группа, например, состоит из 10-12 человек, то все равно с каждым идет обратная связь. Все упражнения направлены на то, чтобы человек добрался до самого себя, условно говоря, чтобы каждый научился получать ответы от самого себя, от своей души, не пытаясь найти истину где-то далеко у кого-то еще, чтобы кто-то ему там продиктовал какой-то алгоритм жизни, а так, чтобы каждый научился получать ответы изнутри, услышать тот тихий-тихий голос, который есть у каждого, потому что мы все, кто здесь сидит, кто сейчас слушает это, мы все пришли сюда, на планету по своему согласию и с какими-то задачами. И, в общем-то, все человеческие взаимодействия, человеческая энергия – это наше право и наш выбор, скажем так, и наша свобода в этом. Ясно. Ну, я благодарю за участие Алины в моей передаче. Моей благодарю. Спасибо вам, что слушали нас. Всего доброго. Удачи. Всего доброго. Продолжение следует...